Ледвенец рогатый Стебель приподнимающийся или восходящий, иногда лежачий Листья очередные, черешковые, тройчатые Соцветия зонтичные, пятицветковые Цветки мелкие, до 15 мм длиной, оранжево-желтые с красными прожилками, группирующимися на верхушке стеблей Плод многосемянный удлиненный боб, до 25 мм длиной, растрескивающийся при созревании Семена темно-коричневого цвета, мелкие, округлые, цветет с мая по октябрь Полезные свойства растения доказаны научно, и их действия подтверждаются учеными Ингредиенты ледвенца оказывают на организм успокаивающее, противовоспалительное, спазмолитическое, отхаркивающее действие Обладает снотворным эффектом Химический состав веществ, содержащихся в различных частях растения, может быть разным, в зависимости от периода роста До цветения в траве содержится белок, клетчатка, жиры, экстрактивные безозатистые вещества, микро-макроэлементы и витамины Магний, натрий, железо, медь, цинк, марганец, кобальт, йод, каротин, Д, Е, В1, В2, В4, В3 и В5 В листьях имеются аскорбиновая кислота и каротин В семенах обнаружены жирные масла, фруктоза, глюкоза, галактоза, маноза Трава заготавливается строго до цветения и должна проводиться хорошо обученным человеком Ледвенец до цветения легко спутать с некоторыми видами клевера, люцерны и донником А с момента начала цветения его заготовка категорически запрещена, так как ледвенец ядовит Во время цветения растение выделяет токсичное вещество – цианогенный гликозид, отцепляющий синильную кислоту При отравлении наблюдаются отдышка, нарушение походки, судороги, ослабление работы сердца, а в тяжелых случаях даже летальный исход Сырье сужат в хорошо проветриваемом помещении или в тени на свежем воздухе В промышленных масштабах используют специальные сушилки В народной медицине применяется при бессоннице, беспокойстве, депрессии, бронхите, воспалении легких, сильной нервозности, сердечной недостаточности, катар верхних дыхательных путей, тахикардии, воспалении кожи и судорогах Для заживления ран используют примочки с отваром 1 столовую ложку сырья высыпать в 200 мл закипающей воды и прогревать на водяной бане 10 минут Настаивать 15 минут Этот же отвар можно использовать при простуде, выпивая по 1 столовой ложке до 3 раз за день При бронхитах и в качестве молокогонного средства применяют настой 1 столовая ложка измельченной травы заливается 1 стаканом кипятка Настаивать 2 часа Процедить, принимать по 1 трети стакана в 3 раза в день При повышенном потоотделении принимают ванну с добавлением снадобья 12 столовых ложек семян поместить в 1 литр холодной воды и оставить на 6 часов За это время сырье размякнет Отфильтровать и вскипятить полученный настой Вылить в ванну Ванну принимать не более 15 минут Делать это ежедневно в течение месяца Лядвинец рогаты считается ценным кормовым растением Протеин для всех видов сельскохозяйственных животных В качестве кормовой культуры заготавливается на сено Используется как зеленый корм на пастбищах Высококачественный корм для скота богатый углеводами Сено по питательности превосходит сено клевера В фазе цветения не поедается крупным рогатым скотом Из-за содержания в цветоносных побегах горького красящего вещества Регулярное поедание коровами увеличивает удой Придаёт молоку приятный вкус, а маслу – жёлтую окраску Охотно собирают нектар с цветков лядвинца рогатого и медоносные пчёлы Специалисты подсчитали, что с одного гектара посевов лядвинца Можно снять 135 кг мёда Считается ценной медоносной травой Так как у неё большой период цветения Поэтому пчёлы производят мёд практически всё лето Рогатый лядвинец отлично подойдёт и для украшения газонов Так как может расти на любой почве Современные ландшафтные дизайнеры Вводят в свои проекты лядвинец в качестве травы для озеленения Тем более, что цвести и радовать жителей города он будет до поздней осени Более подробно о данном растении вы можете самостоятельно почитать Изложено в диссертации фармакогностического исследования лядвинца рогатого Культивируемого в Западной Сибири Ссылка будет в описании под роликом Собирая траву лядвинца рогатого для приготовления лечебного сырья Помните, что она ядовитая, особенно во время цветения Поэтому пользоваться им нужно умеючи и строго придерживаясь рецептуры Ну а у меня на сегодня всё Подписывайтесь на канал Лекарственные растения, чтобы не пропустить новые выпуски Ставьте лайки и пишите комментарии Будьте здоровы! Берегитесь себя и близких! До встречи ровно через неделю! Редактор субтитров А.Семкин